Добрый день, друзья мои! Я Татьяна Чернова. Рада представить вам мой новый видеоурок «Фотоарт. Нежность». Это демонстрационное видео. Полный подробный урок вы можете приобрести в магазине на нашем сайте. В этом уроке я покажу, как сделать красивую фотоманипуляцию на свадебную тематику. Очень часто возникает ситуация, когда хочется перенести модель в новую для нее обстановку, создать сказочную картину. И здесь, конечно же, существует масса нюансов и тонкостей. Я покажу, как собрать фон, используя несколько различных исходников. Во всех моих уроках я не только показываю последовательность действий, а также рассказываю и объясняю, почему выполняю те или иные манипуляции. И этот урок, конечно же, не исключение. Я расскажу, на что следует обращать внимание на начальном этапе подбора исходников. Свет, ракурс – это очень важно для дальнейшего построения грамотного коллажа. Сделаю ретушь пары методом частотного разложения. Покажу, как при помощи этого замечательного способа хорошо и, главное, быстро убираются блики и пересветы. Смягчаются жесткие тени. В этом уроке я покажу полностью всю работу с парой. Что я делаю с кожей модели, включая частотное разложение и метод Дотченберн. Цвет кожи, прорисовка объемов, дорисовка отдельных частей, волос, детали платья невесты. Как вписать объекты в фон при помощи рефлексов? Как добавить падающие тени? Следующий обязательный этап, который применим каждому объекту коллажа и который ни в коем случае нельзя игнорировать. Утрирование света и тени – также обязательный этап. Именно прорисовка светотеней дает эффект рисованности картинки, причем она должна касаться абсолютно всего, как главных объектов, так и второстепенных. Я добавлю павлинов, а также остальные предметы. Эти элементы окончательно украсят композицию, добавят шика и элегантности готовой работе. Ну и финальные цветокоррекции, отрисовки, корректировка света, добавление воздушности на работу – все это также я подробно показываю и разъясняю в этом уроке. Работа выполнена в программе EDU Photoshop CC 2018, русскоязычная версия. Для работы желательно иметь планшет. К уроку прилагаются все использованные изображения, либо ссылки на них для тренировки. Большое спасибо за просмотр! Оставляйте свои комментарии, делитесь результатами. С вами была Татьяна Чернова. До новых встреч!